Здравствуйте! В прямом эфире студия Репортер с Константином Гречаным. Сегодня мы поговорим о такой сложной теме, как пенитенциарная система Украины. Действительно ли исправительные учреждения выполняют свою функцию? Функцию исправлять тех людей, которые оступились или все-таки они их подвергают насилию и унижению. Сегодня у нас в гостях Сергей Мельничук, народный депутат Украины. Добрый вечер, Сергей Петрович. Добрый вечер. Александр Отзеленко, экс-глава региональной пенитенциарной службы в Одесской области. Добрый вечер. И Андрей Лещенко, юрист, адвокат. Здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 34 92 58 34 92 58. Все мы напомним то, что случилось в августе в Одесском следственном изоляторе, когда один из тех людей, которые находятся в этом изоляторе, напал, убил Алену Порошенко. Действительно такое трагическое событие в рамках всей страны. Но в ответ, опять же, прокатилась волна насилия в отношении тех людей, которые находятся в СИЗО. То есть беззаконие породило беззаконие. И вот, к сожалению, это не единичный случай. Сейчас давайте послушаем, что происходит в колонии, которая находится в селе Армашовка, бывшая Арджоникидзе. Это Ширяевский район Одесской области. Какова ситуация там? Мне подсказывают, что у нас на связи находится Карпич Анатолий Евгеньевич, который, собственно, заключен на этой колонии, который отбывает там срок наказания. Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений Анатолевич, говорите, что у вас происходит там. Добрый вечер. Вас беспокоит осужденный Карпич Евгений Анатолевич, Одесская область, Ширяевский район, село Арджоникидзе. По вопросу о условиях здесь проживания в 611 просто невыносимые. Здесь один бойлер, 80 литров на 62 человека. Это при том, что руководство продало всех животных на 1 миллион гривен со всех ферм. По вопросу о заработной плате, написание формата принятия по вопросу на работу, прошу вас трудоустроить меня на работу с минимальной заработной платой 3200 гривен и обязательной записью в трудовую книгу, чтобы шел стаж. Заявления такие не принимаются и не подписываются. Еще вопрос есть. Зарплаты высчитывают за свет, имея один электросчетчик, один электросчетчик, прошу заметить, на весь ШИЦ, то бишь это на штаб, на электро, на периметр, на все остальное. С каких они высчитывают, на каких основаниях они высчитывают сосужденность, непонятно. Причем заводу вообще нет ни одного водяного счетчика, и они высчитывают и заводу. Еще вот вопрос хотел вам сказать. Осужденный нематериально ответственное лицо стоят на охране зернохранилища, гаража и разрушенных ферм. И как мы будем зимовать, я в принципе тоже не понимаю, почему, потому что котловые системы отопления давно вышли из строя. Ни одной трубы не проложено, и гидроудара никто не делал. Осужденные боятся администрации обращаться к вышестоящим инстанциям. Ну вот в целом, конечно, не очень была хорошая связь, но в целом то, что у людей проблемы с водой, проблемы с отоплением на зиму, да, то есть вообще не понимают, как они могут существовать, ну и вообще непонятно, как могут нематериально ответственных людей, зэков, по сути, без присмотра ставить на охрану, заставлять их охранять какой-то объект на ночь. То есть как вообще такое может происходить, Сергей Петрович? Я скажу так, что система требует реформирования. Именно с инициативы Александра Васильевича мы подали, скажем, наш проект реформы пеннициарной службы. И там много еще прописано, как, что. И именно люди, которые в системе проработали не один год, а я скажу, не десятилетие, которые изнутри знают проблематику и готовы это реформировать, которые этим болеют. Они положили большую часть жизни своей, их государство свое время выучило, дало возможность работы. Именно они должны, как специалисты, помогать реформаторам, потому что те реформаторы, которые сидят сейчас и в той же самой Верховной Раде и в кабинете министра, я имею в виду, в Минюсте, пришли на заработки, так, как и многие ведомства, как и здесь, в Одессе, был губернатор-реформатор. Нужны прийти в профессионалы или хотя бы у профессионалов спросить, скажем, совета, как это сделать? Я смотрю, просто по разным ведомствам идут реформы и должны создаваться при министерствах и при комитетах именно громадские рады, в которые должны быть включены специалисты, которые знают проблему изнутри. Конечно, нужно брать еще все, что есть за границей, то есть международное право, и это все вместе писать и делать реформу. На это есть международные гранды и должны выделяться средства с бюджета. Много есть вопросов и по каждому вопросу нужно отдельно рассмотреть. Я так понял, что электричество и вода, которые есть звонивший, говорил, что на них покладывают полностью электричество со всего периметра, то есть один счетчик на всю территорию, и то, что зарабатывают, с них высчитывают и государственные услуги в том числе. Но это, конечно, неправильно, я думаю, надо будет съездить в колонии, посмотреть, что там творится, и, соответственно, я сделаю к министру депутатские запросы, обязательно съездим туда и посмотрим, разберемся с ситуацией. Таких вопросов, просто чтобы было понятно, точечно их сотни, и везде не поездишь, а нужно решать это все системно. Там действительно очень сложная ситуация с колонией. Я буквально позавчера был в Армашовке, там позвонили по другому вопросу местные жители. У них как раз вопрос идет в том, что нет очистных сооружений в этой колонии, загрязняется окружающая среда, и там вопрос распоевания земли. В общем, вопросов очень много, помимо того, что озвучил сейчас в эфире заключенный, поэтому я вас очень попрошу действительно взять этот вопрос под контроль, потому что местные жители уже перекрывали трассу Одесса-Киев, и вот ситуация, скажем так, на грани взрыва. Александр Васильевич, вопрос к вам. Что необходимо сделать, чтобы прекратить насилие в колониях следственных изоляторов? Я вам скажу, уже Петрович много о чем сказал, но я добавлю, это моя больная тема. Я в жизни проработал на многих работах, но почему-то по душе мне подошла эта работа. Почему? Потому что меня слышали осужденные и задержанные, и у меня проходило хорошее первоспитание их. Это таки честно. Многие могут сказать и знают об этом. Но когда вы мне сказали, заширяй его, и в начале выступления я всегда говорил и скажу, человек осужденный или задержан, он лишен свободы, но не лишен права на жизнь, на питание, на лечение и на право голоса. Потому что осужденный голосует, что в следственном изоляторе, что в зонах, в колониях голосует за депутата Верховной Рады и за президента. Это так в начале своего выступления. Вы мне сказали, за Ромашовку, да? Она моя, Рженикидзе, бывшая Рженикидзе. Я, честным словом скажу, я наслаждался той жизнью там. Я когда начал там работать, я пришел, все было развалено. Не трактора, стоит машина. Кабина КАМАЗ, а рама под ГАЗ-53. Это таки честно. Ну, видите, я собрал тогда материалы, направил и по мясу, по одесскому, если вы слышали, 35 миллионов возбудили. А дальше ничего не мое. Начал я работать, я за три года сделал там не я один, мы команды. Почему? Потому что я учился, и от меня кто-то учился. Мы сделали там просто сильное, там сельхозколония, сильное предприятие. Какое? Это животноводство, это свиноводство, это птица. Ну, я вам скажу, что такое апробация. Вот я общался с осужденными, он говорит, я люблю кролику. Я заводил кроликов для них. Он говорит, я хочу выращивать, чтобы у нас было на базе вот эти черные индийские, или как они, свинки, да? Я им заводил. Вьетнамские. Индюков вьетнамские, да. Индюков заводил. Что там только не было. Полторы тысячи крупных свиней. Что сегодня ешь и сдавай на мясо. Было полторы. Триста голодойного скота. Шесть тысяч куриль. А что вы сказали, за свет? Да, там есть столовая. И за отопление. Там два котла. Надо было их в то время, я отремонтировал. Но их надо было менять. Ну, тяжело мне было. Да, надо было менять. А там действительно, 12 лет были трубы отрезаны. До столовой. Я когда зашел, говорю, что в столовую не включает вода. Говорит, 12 лет нету тут трубы. Я за неделю сделал отопление новое в столовой и подкинул трубы. Там много работы. А почему так? Должен быть первый руководитель пенициарной службы, первый хозяйственник. Второе, хороший организатор. И третье, прежде чем потребовать, он должен, обязан создать те условия для всех. Я говорил и буду говорить, сегодня нету компетентных людей в пенициарной службе. Я говорил, что не шоу. Я был два раза на комиссии, что Петрович говорит, возглавляют ее, этот, как его, с оппозиционного блока. Я пришел, я больше не хожу. Но я увидел, что там люди готовят кандидатские и докторские защищения. Они о таком говорят, что вообще ничего не понятно. Как сейчас выделить больницу? Они подумали, кто же больницу будет охранять. А оборудована ли та больница, чтобы охранять усужденного или задержанного? У нас палаты, где мы вывозим больницу, у нас 10-я, на свободке, где рожают. Мы по одной палате оборудовали. Да, там максимум два человека быть. Кто-то подумал об этом? Нет. Что такое за пробацание? Это тоже неправильно. Контроль всегда, медицина гражданская была привязана и оказывала помощь. Скорые приходили, вывозили, комиссионно принимали решение и все. Что такое пробацание? Я вам только что сказал. Вот пробация наша. Вы посмотрите, как несовершеннолетние сейчас наследственные заготовы. А для них надо, он целый день должен приходить вечером в эту комнату, падать спать. Это спорт, это занятие, это компьютер. Кто-то хочет на компьютер, кто-то хочет волейбол, кто-то хочет другое. Учеба обязательно. Учеба к чему подходить. Я говорил, если кто-то слышит, когда был вопрос за наш спецприемник на 6-м километре. Я говорю, кто хочет строить, хоть своих детей туда везет. А не надо сегодня спецприемник для тех, что ушли из дому, где-то там их это. Они что, совершили преступление, что они за клеткой должны сидеть. А вы посмотрите, кого снова несовершеннолетних закрывают. За один телефон. А ты спроси, почему он крал? Он что, взял с целью наживы? Он проник где-то, пьяный спал. И взял он тот телефон. Садят по 4 года. Я, честно вам, словно, у меня как у отца, как у деда, у меня сердце кровью обливалось. Можно я перебью? В августе месяце заходил в СИЗО к нам и как раз в одну из камер зашел, где сидят малолетки. Так вот, в одного захожу, спрашиваю, сколько тебе лет? Говорит, 17, скоро будет 18. Говорит, за что ты здесь? Говорит, украл 3 котла. Алюминиевых, сдал. Говорит, сколько тебе грозит? Нет, уже, говорит, осудили. Говорит, сейчас пойду по атаку. Говорит, дали 5 лет. 3 котла 5 лет. Говорит, а почему? Он говорит, а мне кушать не было. Чего? Дело не в этом. Дело в том, что государство должно о всем заботиться. И то, что люди уже идут на крайности, потому что нечего кушать, это уже показатель того, что государство довело народ до ручки. Я закончу сейчас два слова, потому что уже разошелся. Левый Бочаевский так сказал. Я вам скажу одно. Покуда в пенициарной службе, начиная сверху и донизу, не будет руководителей, которые знают эту работу, которые знают, как развить, потому что я Ширяевский центр, Ширяевский, ну, по-другому называется, я развивал для того, для того, чтобы сделать на юг, на юг, поставку продуктов. Я вам скажу, я мельницу сюда сделал, две крупоружки, макаронная линия, пакетная линия, чтобы паковать эти макароны, две маслобойни небольшие, но у нас закупки централизованы, потому что там зарабатывают, а я удешевлял цены где-то на процентов 20-25. Но сегодня хочу сказать одно. Я не хвалю, я всегда говорю правду. Сегодня в Одесской области появился в следственном изоляторе, где наведет порядок, ему тяжело сейчас, это Мастиский. Я с ним работал. Да, он большим руководителем оставить нельзя, потому что не сможет он. А вот в следственном изоляторе он наведет порядок, он знает, как навести. И даже сегодня похвалюся, я ему даже помог через депутатов тоже областной рады, мы завезли больше тонны лука, чтобы было кормить. И в последнее слово скажу. Я обращаюсь ко всем, кто делает вот эти митинги. Нельзя делать митинги возле следственных изоляторов. Есть управление, если вы хотите высказать, есть вот круглый стол. Нельзя, потому что это неправильно. Это, даже я могу сказать по-другому, это не по понятиям. Есть круглый стол, есть управление, там вы решите питание. О, и если бы нас услышал Чернышов, я к нему нарывался на встречу, он не услышал и не принял. И самое главное, что они сделали вот этим конкурсом. Да, я взрослый, я раз пошел на конкурс, я покуда включил компьютер, у меня и закончилось все. Кто знает хорошо компьютер, ты мне устно спросите вопросы, я тебе отвечу. А покуда по компьютеру, я нажимаю на кнопку, три вопроса загорается. Не будет никогда толку. Реформаторы были у влади, они показали себе. Вот это очень важный момент, почему нету действительно у нас руководителей и хозяйственников. Наверное, в первую очередь, потому что нету ответственности. Распродано, опять же, возвращаясь к теме всей той же Армашовской колонии, распродано полностью поголовье скота. Спрашиваю заместителя главы колонии по хозяйственной части, почему так происходит. Предыдущий руководитель не заготовил корм, ничего не сделал. Мы работаем в убыток, средств просто содержать, сход нету. Где предыдущий руководитель, местные жители, говорят, пошел на повышение. Я одно слово добавлю, выбачаюсь, конечно. Вот сегодня услышит наш прокурор области, он должен там сделать проверку. Пускай в 2013 году посмотрит, что мы оставили там и что сегодня есть. Люди за мной там ходили, как за ридным батьком. Налоги, пенсионники, все платилось. И зарплата была. Когда-то один, я выбачаюсь, пришел, плакал, плакал. Говорит Васильевич, я женька не верю, что я заработаю 3,5 тысячи гривен и даю. А за свет и за воду, я вам скажу, есть там столовая, готовится кушать. Но мы практиковали как. Они хотят вечером, там поджарить яйцо, я же вам говорил, курить. Они говорили, например, плитка там в месяц намотает сколько, мы согласны уплатить за этот свет. Вызрозумевали? И это было правильно, это должно так быть. Андрей, давайте от частного к общему. Как вы видите реформирование пенитенциарной системы в ту сторону, чтобы права тех людей, которые находятся в исправительных учреждениях, были более защищены? Потому что не секрет, что то отношение к ним, которое есть сейчас, оно порождает рецидивы. Ну, тут два варианта. Я согласен абсолютно с моим, ну как бы с нашими собеседниками. Действительно нету сейчас надлежащих хозяйственников, которые могли бы взять в руки это и сделать. Ведь проблема не в законе, да, закон у нас есть, он, ну, есть там, конечно, вопросы тоже насчет эффективного контроля и эффективных средств правовой защиты. Европейский суд у нас по ряду дел, начиная с Невмиржицкого и так далее, и так далее, он указал насчет того, что у нас нету эффективных средств противодействия нечеловеческому отношению. А у нас, да, если человек содержится в нечеловеческих условиях, да, и это приравнивается как к нечеловеческим условиям. И это является автоматически нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Вот. И в ряде случаев, начиная с Коваль против Украины, Невмиржицкий и так далее, то есть там десятки, сотни дел в Европейском суде, Европейский суд признал нарушение тут статьи 3 Конвенции о запрете пыток нечеловеческого и унижающего достоинства поведения. Вот. Поскольку контроль осуществляет тут прокуратура, да, и в ряде решений Европейский суд указал, что прокурорский контроль не является эффективным средством. Ну, и иногда бывали случаи, вот я, например, недавно подавал жалобу на то, что мой осужден мой клиент-доверитель, он находился в СИЗО, в камере для двоих там находилось 4 человека. Вот. Прокурор вышел на место, разобрался и указал, что да, действительно, нарушены были требования, его перевели в другую камеру. Вот. Но вопрос не в законодательстве, вопрос в законе намного позже становится, да, вопрос непосредственно в том, что надо создать условия, при которых те люди, которые там находятся, а многие же находятся там до вынесения приговора суда, это по презумпции невиновности являются полностью невиновные люди. Установленные. Да, и может быть в отношении них будет оправдательный приговор, вот, может быть суд отпустит их там и так далее. Так вот, как создать эти условия? Мы, в принципе, без европейских судов знаем о той степени насилия, о тех многочисленных случаях, которые есть. А как вот же, главный вопрос, как создать эти условия? Во-первых, я же говорю, начинать с руководителей и действительно брать людей не теоретиков, а те, которые уже работали и знают это дело, и которые являются хорошими хозяйствами. То есть конкурсный отбор какой-то, вот, как механизм должен выглядеть? Нет, ну, конечно, конкурс, прозрачный конкурс, но не обязательно там знать тестирование и так далее, можно это делать с контролем общества. Ну, у нас же конкурсы многие проводятся, и в суде и добирали, вот, недавно все видели. То есть я считаю, что многие кандидаты были достойны. И тут можно и письменные, да, если человек не может компьютером пользоваться, да, пожалуйста, дайте, пожалуйста, тесты на бумаге, в чем проблема. Это первое. Второе, это действительно ответственность. И если человек занимает какую-то должность, начальник, то он должен и нести ответственность за те действия, которые происходят. Вот, как мы видим, мы, да, знали про инцидент, вот, а в итоге те конкретные лица, ну, они, может быть, уволили кого-то из должностных лиц, вот, а может, просто отстранили часть персонала. А в итоге, да, как выходит, потом на международной арене многие жалуются в Европейский суд по правам человека. И тут по статье 3 нечеловеческое отношение достаточно скаргу прокурору подать, вот, еще можно скарговать, если жалобы в следственном суде. И все будет открыт, как бы, Минюст написать уполномоченному по правам человека, и все будет открыт, подавайте в Европейский суд. И каждый может обратиться, и потом жиловина дел идет, и эти дела, вот, я был в Страсбурге, там уже эти дела насчет нечеловеческих содержаний, они уже считаются как автоматом идут, то есть эти даже не рассматриваются, палата в 5 судей, там, может, и 3, и они идут по накатанной схеме. И каждый осужденный имеет возможность обратиться туда, и будет же очередное нарушение, и повлечет взыскание с бюджета, но не с того лица, который это допустил. И это как раз вот проблема, безответственность порождает беззаконие, и это не только в данной системе, это во всей государственной системе управления. Персонификация ответственности, да, чтобы не находили крайний. Я как человек военный, вот, я просто знаю, как вот у нас было, принимаешь должность, акт приема передачи, вот, на балансе, у тебя есть то, есть личный состав, есть техника, есть твои обязанности, сдаешь должность, пожалуйста, вот так, вот так, вот так, то же самое, как и потом работал в бизнесе, то же самое, бухгалтер или там кто-то другой, они обязательно, акт приема передачи, вот, балансы. Принял должность, сдал должность. То же самое, это должно быть от самого мелкого чиновника до премьер-министра, вот, потому что, или даже до президента, он принял на баланс страну, он должен страну сдать. Вот, в последнем обращении он говорил, что там золотовалютные запасы увеличились, а какой внешний долг, кто этого понес, кто ответственный за это премьер-министр. Давайте все-таки вернемся к теме нашей программы, да, вот, Андрей поднял очень важную проблему, недостаточно функционирует у нас институт, уполномоченного по правам человека, согласитесь, что омбудсмен у нас далеко не всегда выполняет свои функции в нашей стране, почему так происходит? С амбудсменом нашим я знаком лично, в плане, потому что часто езжу по колониям, очень много общаюсь именно с осужденными довичниками, вот, общаюсь по правам, по защите атошников, которые добровольцы в большинстве сидят сейчас в СИЗО, вот, которых обвиняют непонятно в чем, это плюс сейчас общаюсь именно по обмену пленными, то есть наши, которые находятся на так званых невызнанных республиках ЛНР, ДНР, вот, мы сейчас как раз ведем переговоры, чтобы вернуть наших пленных сюда и обменять их на тех, которые у нас находятся, вот, и это очень тяжелый вопрос, потому что республики непризнанные, и официально это нельзя сделать, плюс наши, там в колониях, которые остались на тех территориях, есть много людей, которые, у них сроки позаканчивались, и они хотят вернуться сюда, их там не выпускают, это тоже очень большая проблема, и амбудсмен ездила, все-таки мы добились, чтобы она поехала, она была на той стороне, там она встречалась уже с амбудсменом Дарьей Морозовой, такая есть, вели переговоры, плюс мы посылали, ездил представитель Соединенных Штатов Америки, Майкл Маргулис, и корреспонденты из Белоруссии договаривались, чтобы как раз они стали тем, потому что больше года не ведется именно обмен, вот, и вот мы ездили туда, сделали, я, конечно, не попал, потому что, ну, в этом и остаться, вот, а именно ездили представители третьей стороны, вот, и договорились, что все-таки будет сделан, сделан, ну, круглый стол, который именно займется обменом, и будут включены амбудсмены, вот, но то, что амбудсмен не дорабатывает, это проблема, и, во-первых, амбудсмен сейчас, будут перевыборы амбудсмена, и мы должны были давно уже сделать, и сейчас идут так званые политические треки, чтобы поменять, есть несколько кандидатур, вот, одна из них, это все-таки хотят оставить старого амбудсмена, есть Андрей Мамалыга, есть представитель Народного фронта, есть представитель блока Петра Порошенко, то есть, ну, есть варианты, и вот, и сейчас именно политические торги, они должны были еще до, в середине лета произойти, но, я так думаю, не могут договориться. Вот еще один очень важный момент, действительно, что амбудсмен должен быть не только персонально, замена произведена, да, что и институционально должна быть произведена реформа, потому что, ну, не совсем правильно, когда один человек занимается и вопросом наших военнопленных, да, наших героев, и вопросом заключенных людей, которые должны встать на путь исправления. Наверное, все-таки нужно разделять как-то эти два момента, потому что, как, даже вот, как институт, это слишком большой охват, согласитесь. Я вам скажу так, что там просто проблема в том, что, так с вами, гибридную войну, которую развязали, развязали, это же, была бы война, было бы нормально, а так сделали гибридные, именно наша сторона сделает гибридные, не назвав это войной, и введя непонятных, около двухсот законов ввели, вот, и то, что надо было принимать, вводить военное положение на тех территориях, где уже пошел враг, там запредить выборы, вот, там вступает в законную силу закон про оборону, вот, и согласно этого закона про оборону, дальше и суды военные, ну, и, то есть, целая система, цепочка системы государственной, дальше бы работала, и это все расставляло на свои места, а так как это не было сделано, вот мы имеем гибрид. Андрей, у нас буквально минуты до новостей, и вы, по-вашему мнению, вот, по поводу, как раз, институциональной реформы. Амбудсменно, вот, смотрите, я помню, да, когда, до этого была, да, у нас Нина Карпачева, вот, проблема в чем была, один человек, вот, и на всю страну по всем вопросам, ну, это невозможно охватить, даже если человек будет 24 часа работать, да, вот, после этого, вот, новый амбудсмен, она вела представителей на местах, в Одесской области по одному человеку, в каждой области было по одному человеку, уже немного лучше стало, потому что, действительно, мы пишем жалобы, но тут проблема в чем, вот, у меня было недавно, да, я знаю этого, нашего представителя, я к нему обращаюсь, говорю, вот такая ситуация, надо срочно реагировать, тут не оказывать медицинскую помощь. Он мне говорит, ну что, пишите в Киев, мы, типа, не уполномочены. Да, я написал в Киев, пока они приняли это, они потом направили ему, то есть, это уже волоки тогда, пока туда-сюда пришло, это уже неделя, полторы-две прошло. Если нет, то, что можно напрямую с Киевом работать, то есть, если бы, да, 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 Александр Васильевич. Да, я два слова скажу, говорили за амбудсменом, я с Петровичем занимался, мы писали тоже письма, есть 60-я колония, это в Луганской области, где люди находились, осужденные люди там, написали заявление, чтобы их перевели сюда и не могут решить вопрос, потому что они украинцы, но они их там сейчас ущемляют. И по вашему вопросу, как выбор делать на должностях, да, не надо мою фамилию брать. Я, к примеру, говорю, вот они, я пришел бы руководителям, я взял бы, а ну кто работал последние годы, кто самый лучший, и потом проверил бы снизу, как от Зеленко работал. Вот таких людей надо подбирать, ставить, и не смотреть, и не говорить им, с кем работали вчера, а с кем они работали позавчера по бизнесу. Вы понимали меня? Вот тогда будет порядок. В державе можно навести порядок. Только спираться на таких, как вот сидят люди, которые имеют душу, понимают другую людину и помогают, не толкают, а вытягивают. Я вам очень радякую за цикавый эфир. Уважаемые гости, большое спасибо, что нашли время, пришли в студию. Спасибо. Я напомню, что мы сегодня говорили о проблемах пенитенциарной системы Украины. У нас в гостях были Сергей Мельничук, народный депутат Украины, Александр Адзеленко, депутат Одесского областного совета, экс-глава пенитенциарной службы в Одесской области, Андрей Ещенко, адвокат. Это был прямой эфир, студию провел Константин Гречан, и всего доброго.